Продолжение следует... 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 Ноталное право. Ноталное право. Ноталное право. И если мы хотим выиграть эту войну, потому что это действительно война и дорога, а если мы за филе будет упроцедрована Устала, которая зависит от наслему жизни, то мы должны противиться. Стоп! Фанатыков! Стоп! Фанатыков! Стоп! Фанатыков! Прежде XXI века женщина не должна быть виноватом, что женщина. И если вы, чтобы начать о чем-то жизни и здоровье. До Сейму сплываю новые новые проекты, шарные проекты. Семьи лекарьи, не мисионарьи! Семьи лекарьи, не мисионарьи! Семьи лекарьи! До Коццола! До Коццола! До Коццола! Мок ве с нами! Мок ве с нами! Протесту на протесту есть нас гораздо больше! Си-ла-копи! 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 Наше право! Наше право! Наше право! Си-ла-копи! 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 Слайд! 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 Воand, 19.10 СL сколько? Observe halls В closed Sentence то, что происходит? В разуме 3 октября 2016 Двое — оборудование, которое намportало ранее Первого октября 2016 года этот протест происходил против ограничений на право аборта, которые были продвинуты в польский парламент, и они включали в себя ограничения по праву женщин сделать аборт, а также наказание уголовное за осуществление аборта и даже за выкидыш. В одной неделе мы узнали о проекте очень поздно, это было как-то секретное решение, как это началось в парламенте, после того, как правительство правительства в 2015 году. Этот законопроект держался в секрете какое-то время, и феминистское сообщество больше не сразу о нем узнало, и партия, которая занималась этим законопроектом с 2015 года. Орду Юрис – это фонд, который продвигал этот законопроект. Это довольно новая организация, о которой польские феминистки не знали до этого. Орду Юрис – это фонд, который пройдет в парламенте. Мы не знали, что делать, чтобы остановить это, потому что есть несколько протестов в Польше, которые показали, что, что люди, когда они идут на улицы, не изменяют правительства. После того, как польские феминистки узнали в этом законопроекте, у них было всего лишь неделя, чтобы все подготовить, и до этого происходили протесты, но когда люди просто выходили на улицу, это не меняло ситуацию, и польские феминистки чувствовали отчаяние, что они ничего не могут сделать, и предыдущие протесты не получали успеха. Орду Юрис – это фестиваль, но в некоторых временах есть идея, которая струкнула в Орду Юрис – забастовка, которая произошла в Исландии в 1975 году. Они знали, что была похожая забастовка в Исландии в 1975 году. Так что, мы ощущали, что может быть, это идея. Конечно, есть разные группы, разные感じ tien good 있다고除消息aten в крупных городах, большие города, маленькие города. Но проблема всегда была перед протестом, потому что люди не знают, сколько их есть, они не могут считать в числах. Так что генеральный ощущение – тотал остаток, что они не знают, что они не знают, что они не знают, что они не знают. Идея этого протеста была, но феминистки и люди, которые хотели осуществить этот протест, не знали, сколько людей придет на него, поскольку они чувствовали себя одиноко, что даже если один человек придет на улицу, это может ничего не изменить. И я хочу сказать, что это элемент, потому что это всегда очень важно, когда мы организм какие-то manifestации, какие-то протесты. И в начале мы не знаем, какие факторы, которые определяют, какой протест может быть успешным и какой-то нет. Но в начале мы всегда чувствуем, между людьми, что мы не знаем друг друга. В то время мы не знаем друг друга. Я не знаю, Себастьян, например, был с мной, один из молодых активистов в Польше. Поэтому всегда проблема, как встретиться с другими, и начать организовать вещи. Но есть огромный инструмент, который сегодня фейсбук. В least в Польше это работает. Это очень важно также для протестов в общем, потому что когда организовывается протест, неизвестно, много ли будет людей, сработает ли он вообще. И это важно для любого протеста. Также есть среди нас человек, который участвовал с Клементиной в протесте, и они встретились там. Конечно, сейчас у нас есть такие инструменты, как соцсети и фейсбук, который очень помог, конкретно в этом польском протесте, объединиться людям и создать эту большую массу людей, которые придут на манифест. Что я тоже хочу сказать, что вы говорили, что когда вы переведете, вы говорили феминистов, и в то время были только польские женщины, которые не знают, что это феминисты. Я имею в виду, что они не знают это раньше, они не думали об этом. Они просто очень вздохнулись с этим проектом, и они решили сделать что-то. На протесте были не только феминистки, я перевела это как феминистки Польши, но Клюктина меня поправила, что это были не только феминистки, а просто женщины, которые услышали об этом проекте и были озабочены тем, что будет происходить с репродуктивными правами женщин после этого проекта. У них была всего одна неделя, и мы любили эту идею страйка, и мы решили попробовать. У них была всего одна неделя, и была идея этой забастовки, и они решили попробовать совершить такую забастовку. У них была одна женщина в Вроцлаве, и это город, я имею в виду очень хорошо, но это одна из городов, Вроцлав, называется Брослав, в немецком. И ее название Марта Легбард, и она звонила, и она звонила в одной из ралли, на неделю, на неделю, она звонила, и она звонила, и потом, в Вроцлав, они начали вфейсбук- £0 Ø Facebook group, open group, which grew from zero members, one member, two members, to thousands on the next day. Та женщина, которая говорит к лимитинам, Марта Ленбард, она создала ивент на Фейсбуке по поводу этого протеста, и потихоньку по одному человеку люди начали туда добавляться, и на следующий день уже были тысячи человек на этой странице, которые хотели бы принять честь в нефесте. У них не было четкой идеи, как осуществить этот протест, потому что последний протест, который был в Польше, был в 80-х, и обстоятельства были не в их пользу. Это не протест, это завастовка. Завастовка. У них была всего неделя, как уже говорилось, и они решили не обращаться к партиям, поскольку партии, во-первых, не откликнулись, во-вторых, они завязывались с правительством. И им хотелось создать завастовку современную, которая отвечала бы в 2016-х год. То есть, мы решили, что случилось, что случилось все возможные вещи, которые, например, первое значение, вы остановите работу, вы оставите работу, вы оставите работу, но мы знали, что современные капиталисты, эти законы не были открыты, чтобы сделать все возможное, чтобы все начали сражаться к партиям, поэтому мы также взяли другие medidas. Было несколько предложений, как осуществить эту завастовку. Первое, естественно, просто перестать работать, не выйти на работу, но в условиях капиталистического общества это было невозможно. Таким образом, мы также решили, что вы можете оставить свою работу за одну часу, например, в вечеринке, в вечеринке, и попасть на некоторые активы. Вы можете также остановить работу, что вы делали дома, вы говорите, что сегодня я не работаю, и вы обеспечиваете детей и всех. Также были предложения перестать работу на один час, как на обед, и также перестать работу, которая идет после работы, то есть домашний труд, чтобы о домашнем труде, которым обычно занимается женщина, заботился второй партнер. Если вы любите, то можете также перестать день, например, скажите, что вы нужны на вечеринке. Или, если что-то возможно для вас, то вы можете прийти в вечеринке для большого протеста в одном месте. В каждом городе, в каждом городе, в каждом городе, в каждом городе, потому что там были также города. Были также решения, что это будет место для этого места. Были также предложения просто взять в выходной и сказать, что тебе нужен отгул, либо после работы принять участие в мероприятиях, которые проходили как в больших городах, так и в маленьких селах. Было 6 часов в вечеринке, время решения для всех мест в Поле, чтобы быть обычным временем, чтобы встретиться в всех местах в поле и протестировать. И это то, что вы, я думаю, знаете из всех новостей, когда вы слушаете о протестах в поле в 2016 году. Было решено осуществить протест по всей стране в 6 вечера. И как раз таки эти мероприятия больше всего были показаны на телевидении, в медиа. Это тоже, о чем люди думают, когда представляют себе эту гастовку. Это был дождливый день, как можно видеть на видеозаписи все под зонтиками. Я тоже стала традицией, что в день забастовки, как правило, очень сильно идет дождь. Так что, как я говорила, эти мероприятия, активности, протесты происходили в более 150 местах в Поле, плюс около 50 мест в поле, по всей стране, как уже было сказано, забастовки происходили в 150 городах, но также женщины, как полячки, которые живут за границей, и женщины из других стран, близких в Польше, тоже принимали участие в протесте, чтобы поддержать польских финисток и женщин, которые принимают участие в протесте. Политики высмеивали этот протест, говорили о том, что женщинам нужно просто прогуляться, женщины вышли просто на улицу прогуляться, предложили им просто наиграться. В одной радиопрограмме политик сказал, что просто дайте им поиграться на улице. Но они быстро поняли, что этот протест был не просто шуткой, и что его поддерживали многие люди, и это заставило польское правительство остановить законопроект по запрете аборта, об ограничении свободы аборта. Но, в самом деле, проблема началась тогда, когда проект был остановлен. Потому что это остановлено, и мир научился, что мы победили. Но, с этого времени, есть еще другие проекты, и другие идеи представлены в парламенте. Но проблемы начались как раз таки после того, как этот законопроект был остановлен, поскольку все решили, что феминистки выиграли и больше ничего не нужно делать. Хотя в польский парламент продолжают поступать законопроекты, ограничивающие репродуктивные права женщины и права на порт частности до сих пор это происходит. Хорошо. Но, besides of the political issues, there were two, sociologically speaking, two important things that happened. One was that simple, regular women, who didn't call themselves feminists before, started using this term to describe themselves. And in two, three years, we can see that being a feminist starts being as a trendy thing, including very young girls. Также после этого протесты произошли две самые большие изменения в обществе. Те женщины, которые до этого не называли себя феминистками, они начали использовать этот термин, описывая себя. И термин «феминистка» перестал иметь такую негативную коннотацию, и больше женщин начали называть себя так. И второе, что мы имеем в виду, что есть в Поленте, что называется «апортизак. Обортизак. Обортизак. Это значит, что есть некоторые показания, на которых можно оттен Don't Поконическую оборудование в поле. Ну, я имею в виду, что, на тот момент, в 2016, они смотрели как люди поддерживают его, и они в порядке. Но после протеста благословения, количество поддержек для свободной абортизации, свободной выборы, без ограничений, увеличилось до 70% сейчас. И это было около 40% в 2016 году. Оно увеличилось, поскольку… По-русски. По-русски, да. So, the second issue is the number of supporters for abortion-free choice has grown, and it was below 40% in 2016, and now it reaches 70%. Увеличилось число людей, которые выступают за свободное право женщины осуществлять аборт вне зависимости от показаний. Сейчас это 70%, в 2016 году это было порядка 40%. So, those two things, being a feminist is fashion. I mean, it's not so popular everywhere, but it's like… It's not a shame anymore to say I'm a feminist. And secondly, the number of supporters for free choice has grown so much. We couldn't achieve it without such an aggressive project presented as it was presented by Ordo Juris. Итак, чтобы суммировать последствия этого протеста, слово «феминистка» стало более приемлемым, можно сказать, модным, и утратило в некоторой степени свою стилю, а также больше женщин и людей вообще больше перестали воспринимать аборт только как действие, которое совершается только из нужды, и стал больше поддерживать свободное право аборта, распределиться в дело. Итак, это 2016, октября. И очень скоро… How to say in short… Very soon, in October 2016, I personally, as a journalist, started working on a topic about the women's situation in the world and the protests in different places. And my attention went into Argentina and Russia. Все это происходило, как же, как было сказано, в октябре 2016, и Клементина после этого, как журналистка, начала интересоваться положением женщин вне Польши, конкретно в Аргентине и в России. About abortions? В общем, в общем, в общем, я заметила, что там есть странные вещи происходящие везде. Мы не понимаем, почему. Словно, вы знаете, есть так много женщин в разных местах, которые ходят на улицы, чтобы протестироваться на разные проблемы. Потому что в Польши, в Аргентине, были фемисы, которые были массовые убийства от женщин. В России, это было гораздо более оборудованным. Это было интересно с той точки зрения, что в разных странах по разным причинам женщины в какой-то момент выходят на забастовки, на протесты. В Польше это было по поводу абортов. В Аргентине это было по фемициду, очень большому убийству женщин в короткий период. А в России это было по поводу закона о домашнем насилии. Я понял, что очень быстро, в октябре 2016, после того, что у нас произошло, что что-то странное, и я должен работать на это, чтобы понять. Я был в связи с некоторыми женщинами в Аргентине, в России и в Северной Куре. Также был протест об оборудовании в Северной Куре. И вот так я был в связи с Татьяной Сухаревой. Климентина начала изучать все эти случаи, начала связываться с феминистками в Аргентине, в России и также в Южной Корее. В Южной Корее тоже был протест по поводу абортов, и так она познакомилась с Татьяной Сухаревой, которая испытывала с первого ряда. И в тот же месяц, в октябре 2016, мы организовали какой-то такой вид интернациональный ремнический сеть, скажем так. В том же месяце в этой игре они создали интернациональную сеть, можно так сказать, феминисток. И мы называли это «Интернациональный ремнический сеть». И они назвали это «Международная женская забастовка». Там было около 15 женщин со всего мира. И мы решили сделать что-то вместе. И они решили сделать что-то вместе. они решили взять эту идею «Забастовки» и организовать «Международную забастовку». Они думали о дате, которая переводилась бы хорошо в любом культурном контексте, и выбрали 8 марта. И с октября 2016 года они пытались организовать международную забастовку женскую 8 марта 2017 года. Не было много времени, несколько месяцев. И в Средней Америке, например, было время праздника. Они начали праздник в декабре, в декабре, в декабре. Для них было очень тяжелое время. Но мы не могли бы выбрать. Было всегда какое-то, какое-то проблемное в мире. У нас были основные проблемы, как, например, работать в разных зонах. Мы могли бы установить какие-то коммуникации. Так что Татьяна началась на день, или Средней Америки начали на день. Тогда Татьяна началась, тогда я началась. Организация была связана с некоторыми ограничениями, в том числе в Южной Америке планирование попало на каникулы. В Южной Америке каникулы зимние начинаются в декабре, январе и даже в феврале. Также временная разница. То, что у Татьяны в России начинался день, потом начинался день в Южной Корее и дальше, дальше, дальше. Было сложно борьбать всех в одно время. Да, у нас в России восемь бревных зон, так что мы знаем, что это такое. Но мы решили. И на 8 марта 2017 года, в различных местах, это было организовано в более 50 местах в мире. И в начале мы были в 10 странах. И тогда, когда новое началось распространять в мире, там были новые и новые страны. И иногда это было огромное количество людей, а иногда это было символическое событие. Например, это произошло с Сахара-оккупированными территориями. Ну, все получилось. И 8 марта более 50 стран приняло участие в забастовке. И с каждым, с каждым часом количество стран увеличивалось. Медиа тоже увидели, что происходит такой протест. И несмотря на то, что не в каждой стране большое количество людей принимали участие в этом протесте, все большее количество стран присоединялись в нем. В 2017 году Россию представляла Татьяна субтитров. Я не знаю, как много вы знаете о том, что в 2017 году, но в 2018 году, в 2018 году, это было организовано второй раз. В 2017 году, в 2017 году, и в 2017 году, в 2018 году, это было организовано. и в 2018 году, в 2018 году, в 2018 году, еще большее количество стран присоединилось. и в 2018 году, в 2018 году, это занимается информационной движением. Мы знаем друг друга, я имею в виду, сначала, с тем, кем я встречала. Татьяна, я никогда не встречала других женщин. В других там местах. Была возможность встретить Сандра Мунеус, из Мексико, но это не произошло. В общем, в то же время, мы largely знаем друг друга. Это информационная сеть, но не все феминистки из этой сети знают друг друга в лицо, Клементина в первый раз сейчас встретилась с Татьяной, возможно она встретится с участницей из Мексики, но не факт, но смысл в том, что не все феминистки знают друг друга в лицо, но они объединены этой информационной сетью. Мы не имели никаких феминистов, каждый из нас должны организовать свои вещи, поэтому это было в различных местах, мы только договорились, что мы используем один изображений, я имею в виду, что мы используем один изображений, я имею в виду, что мы используем все феминистки, которые использовали все феминистки, которые приходят из полицейского протеста, и мы имели несколько слов, что «Солидария — нашу оружие». Плюс мы сделали один изображений, который был на ютубе, и мы имели какой-то офис, который был я, один изображений. Конечно, не было никакого финансирования данной забастовки, все финансирования происходили от участниц, но было общее изображение этого проекта. Для коммуникации они использовали те контакты, которые остались с польского протеста, поскольку это мероприятие получило большой отклик в виде. И тогда локально каждый из нас должны организовать работу с локальными журналистами. И локально не общались с местными журналистами, которые были в своей стране и в воде. Да. Да. Таким образом, это новое значение, которое мы дали к праздникам «Солидария» на 8 марта, который использовали, как вы знаете, очень хорошо в России, для того, чтобы быть фестивальными цветами с цветами и фейк-вышествами. Мы предали новое значение 8 марта, как известно в России, это праздник цветов, тюльпанов и женственности. И теперь он больше ассоциируется с женской силой и с женским протестом. Итак, 8 марта, День женщины, это связано с бороться, с бороться за правила, и не с праздниками, потому что это факт, что в 21 веке мы потеряем наши правила, вместо того, чтобы победить. Так что теперь 8 марта, это день, когда мы боремся за свои права. Несмотря на то, что сейчас 21 веке, в 2018 году мы больше теряем наши права, чем получаем. Это краткая история женского протеста. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем их обсуждать чуть позже. Но я бы хотел бы... Сейчас вопрос обсуждать, какие-то вопросы? Нет, может быть, потом, потому что есть очень важное, что я хотел бы сказать. Before мы закончим. А. Чуть позже. Я сейчас в Москве, потому что я работаю на какие-то исследования, которые связаны с женской правой и консервативной силой в мире. Климатин сейчас живет в Москве, поскольку проводит расследование, как уже было сказано, журналистка, по положению женщин в России. А. Не только в России, в мире. По положению женщин в мире. А. 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 Я пишу о многих странах, где большие протесты происходят в ответа к неоконсервативным действиям. Клементина пишет о различных протестах женщин по всему миру, которые происходят в ответ на действия неоконсервативных. И мне легче писать о протестах женщин по всему миру, потому что я часть этого. Но сложно исследовать этот неоконсервативный сайт, потому что они секретные общества, и они не любят говорить о себе. Клементина, конечно, легче изучать феминистское общество, чем неоконсерватор, поскольку это более закрытая организация, более тайная, и они никого не пускают. И, unfortunately, Россия является большим частью этой истории. К сожалению, Россия занимает большое место в этом исследовании. Потому что, по моему мнению, я имею в виду, что я имею в виду сейчас, через несколько месяцев, 2-3 лет исследований, это, что этот неоконсервативный сайт начался, может быть, не начался в России, но, definitivamente, государственная поддержка дала много сил на этот момент. В процессе расследования, которое продолжалось несколько месяцев или даже лет, а Клементина пришла к выводу, что эти неоконсерваторы, если они не начали свое наступление в России, то в России они получают большую поддержку от государства в своей деятельности. И эта комбинация этих неоконсервативных организаций с государством начинает быть более виден в других странах, уже несколько лет, в том числе в Польше. И сейчас все больше становится очевидным то, что государство поддерживает неоконсерваторов. Сначала, как Клементина сказала, это было их более явно в России, но постепенно это влияние переносит на другие страны. Такие страны, как Польша, Россия, Чехия, Италия, Испания и Хорватия. И, естественно, была большая дискуссия в Ирландии по поводу абортов тоже был протолкнут законопроект. А также другие страны, которые являются США, Бразилия, Аргентина, которые очень сильны в Нью-Йорк-осерваторах сейчас. Эти неоконсерваторы сейчас также очень сильны в США. Мы все знаем, какой там президент. А в Бразилии и в Бразилии... Аргентина и в США. В Аргентине и также в США. So, as I'm running interviews here in Moscow since about two weeks, I noticed that there's part of the story that's unknown to the Russian public. После того, как на протяжении двух людей Климентина проводила интервью для своего исследования, она заметила кое-что, чего не замечает большая публика в России. So, to tell the story, there is such a thing like World Congress of Families, which was created by Russians and Americans in the beginning of the 90s. World Congress of Families. Есть такая вещь, как Всемирный конгресс семей. Was it invented by... It was, we can say, invented by Russians and Americans. And he was founded by the Russian country and also by the USA. It was 1993 when one American sociologist is coming here to Moscow with a visit. And his name was Alan Carlson. Alan Carlson. Alan Carlson, yeah. And he was visiting the sociology department at the Moscow State University. And especially, he was invited by Anatoliy Antonov, sociologist. Он был приглашен российским sociологом Антонио Антоновым. So, he came with lectures here and soon they, I mean, they discovered, they shared common ideas about international movement for neoconservative people close to the church. In case of America, it was evangelical church and here it was the Orthodox. The male warrior at the time was the demographic low number of the population. of the population, the Russian population, going down. So, they felt like, both of them, Carlson and Antonov, they felt like banning abortion and introducing other restrictions on reproductive rights would raise the number of population. So, this collaboration had different moments, but more or less, each year they tried to organize a congress in different places in the world. And in 2014, the congress had placed in Kremlin and that was the very hot time of the war in Ukraine. It was difficult to organize it because many American guests couldn't come because of sanctions imposed on people who supported the congress, including Vladimir Yakunin, for example. So, what they did, they changed the name of the congress and organized it and helped. So, they changed the name of the congress, it didn't have the same name, but it happened anyway and American guests could attend it. Since that time, more or less, since, I would say, 2014, I can notice energetic activities on this new conservative side and start of their new secret forum. So, they knew each other from the congress, but they created a new forum, a more secret forum, a totally secret forum where they could discuss their future policies. Those people who... Yeah, people coming from the congress, they organized a more secret forum for them to meet. The first had a place in London, then it was in Dublin, and one day it was in Warsaw. And I mentioned also because this meeting was organized exactly in the same way we were preparing for the strike. So, we didn't know, for example, we, me, my friends in Warsaw that in the same place they had a meeting trying to decide about our rights. In the same place in Warsaw, me and my friends, when we were preparing for the strike, we didn't know their meeting in the same city. Most fireingly against our rights. In Warsaw, there were meetings with these non-conservative elements, and at the same time, there were meetings with feminists against the changes that they tried to... Yeah. We didn't know about their meeting because if we knew we would organize the big protests around them. They didn't know about their meetings, otherwise they would have created their protests. But what I'm trying to say is that since 2013 we can see strong organizational preparations by new conservatives, and we know it only thanks to leaks of Russian hackers. Yeah, and thanks to that we know some papers which include, for example, agendas of different meetings in different years. And since the first meeting in 2014, they say our goal is to... You go first with translation, and then I mention the points. Okay. So, first is abortion, of course. They like to ban abortions. They like to ban abortions. They like to fight against Istanbul Convention, which is about domestic violence. They are against contraceptives, and they like to stop them, I mean, stop the sale of contraceptives. They like to introduce this clause of consciousness for doctors and pharmacists, so that doctors can refuse on the basis of moral... I mean, their own moral beliefs. And one of the points is also forbidding divorce. And that sounds ridiculous, I know, but it's one of the main points on the list. You can see some signs of death because it's not easy to come up suddenly in our days and say, listen, you know, we forbid divorce. So they have other means to introduce some forms of death. And in Poland it happened this way that they raise the fees for women in the courts for divorce trials. I said that it's not easy to introduce, you know, no divorces, but in Poland they did it somehow by raising the fees, money for women to pay for divorce trials. Well, of course, it's not so easy in our world now, and they present all the different laws and projects in the government, one of them is that in Poland, the tax pay for divorce for women to pay for divorce. So those societies are organized, they have fundings, some of the funders are oligarchs, some of them are billionaires from Mexico, for example, and some are aristocracy, European aristocracy. In Russia, one of, I mean, there are two people known as founders, sponsors of the Congress. In Russia, there are two people who know exactly what finance these events. Yeah, this is Vladimir Yakuvin and Konstantin Malofi. Both of them and the whole society has close links with the nationalistic movements in Europe and sometimes even openly fascist movements like in Italy. In Poland, for example, in many cases, I don't know if it's happening in Russia, so I'm going to explain it maybe. And there are some kind of curves used by neoconservative people, anti-abortion people with posters showing the embryon, for example, and the act of abortion with some slogans on it. Do you have it here? You have it, you know it. Anti-abortion propaganda. Yeah, anti-abortion propaganda. And in many cases in Poland, people who are standing with those banners or organizing some protests are people coming from nationalistic organizations, we know their faces and they are openly presenting their signs or anything. And now, by the end of March, they have another congress in Italy, with the Mattel Salvini, the Paisa Minister, being held in Italy. This year? This year? In Italy. This year? This year? This year? This year, much this year? This year? This year? In 2020, they have another event in Italy, and they are preparing for the European elections, the European elections to the European Parliament in May. Они подготавливаются к выборам Европарламента в мае, так что я рекомендую посмотреть, что будет происходить на этих выборах. И эта встреча в Вероне, которая будет происходить, по сути организована националистическим движением итальянским. Я надеюсь, что я объясню это хорошо, но я надеюсь, что ваши вопросы сейчас. Продолжение следует...